Подпишись и поставь лайк, если любишь Чикенган. Всем приветствую! С вами я, Майперс, и в этом видео я вам покажу новое логово, новую карту, называйте, как хотите, в новом обновлении Чикенгана. Но перед начнем это видео хочу вам напомнить то, что в моем телеграм-канале проходит конкурс на две футболки в стиле Чикенгана. Если ты хочешь поучаствовать в этом конкурсе, переходи в мой телеграм-канал по ссылке в описании, и мы начинаем. В новом обновлении Чикенгана мы добавили вот такие вот стены. И я подумал, почему из них не сделать какую-нибудь постройку, карту, ну типа как раньше делали за кулисье. Эту постройку я решил сделать в стиле какого-то логова. Ну и построить я его решил на карте Би Хаус, потому что один, эта карта подходит для всяких пасхалок, и два, на ней можно включать ночь. Так, давайте разместить я его хочу прямо напротив вот этого вот здания на карте Би Хаус, в самом конце получается. Так, сейчас мы будем строить, получается, вот эту вот трубу, в которую мы должны падать из кирпичей. Выглядит она будет как-то так. Да, конечно, она получилась очень кривой, но я не строитель и строить особо не умею. Сейчас я буду продолевать эту трубу. Так, вроде я построила трубу, сейчас будем начинать строить само логово. По логову я решил строить вот из этих вот плит земляных, потому что, как по мне, они нагоняют какую-то жуткую атмосферу, и вообще очень прикольно выглядит. Так, я тут строю и уже начал задумываться, зачем я это начал, потому что это очень сложно делать. И если вам это понравится, конечно, то я еще это сделаю, но я, наверное, это сделаю за 3000 лайков. Вот да, 3000 лайков под этим видео, и все, я делаю еще карту. Наконец-то я уже этот пол достроил. Сейчас мы будем начинать делать, получается, стены. Стены, получается, из блоков, которых мы и хотели, вот этих вот новых. Сейчас мы все будем вот делать. Стены, конечно, ставить полегче, чем пол. Это, можно сказать, такой мини-олток для меня. Но потом мы будем ставить потолок, и это вообще будет, как по мне, сложно. Ну, не знаю, может, будет и просто. Просто я как-то так преувеличиваю. Но, вроде, пока что получается нормальная карта. Конечно, она в местах неровная, в местах это. Но для Шикенгана нормально. Сейчас мы будем начинать самое сложное. Ну, как по мне, конечно же, это потолок. И его решил устроить из вот таких вот плит. Но они, как по мне, подходят нормально к этим стенам. Поэтому, да, мне кажется, из них строить это нормально. Так, я решил, получается, залезть наверх, чтобы было удобнее строить. А то как-то неудобно вверх все ставить, даже ничего не видно. А здесь вот я стою на потолку, ставлю продолжение. Ну, можно сказать, как я делал пол. Так, я уже заканчиваю. Хочу вам сказать то, что потолок было делать не так уж и сложно, как я думал. Его даже легче делать, чем пол. Потому что эти плиты намного больше. Ими намного легче все закрывать. И, вроде, да, полегче. Ну, нормально, да. Так, я построил сам корпус для этой базы. Давайте зайдем и посмотрим, как она выглядит, это логово. Ну, нормально. Только, конечно, пол неровный. Ну, думаю... Ну, короче, нормально, да. Так, я решил из декорации вначале поставить костер. Типа тут был какой-то привал каких-то людей. Так, а рядом я сделаю, типа, умер какой-то чикен. Так, ставим одного чикена. Теперь ставим второго и ставим его под карту так, как будто была типа рука. Так, вроде так, нормально. И теперь осталось добавить только крови. Вот, готово. Теперь я хочу повесить череп прямо перед, получается, вот этим вот заходом. Чтобы мы заходили и сразу видели вот страшный череп. По центру я поставлю вот эти вот свечи. Получается, в темноте они вообще прикольно будут выглядеть. Вот так вот светится по центру. Вообще прикольно будет. Ну, вот такой вот, короче, у нас центр получился. Так, здесь поставлю грибы. Не знаю зачем, но думаю, тоже какую-то атмосферу нагонять будут. В углу я хочу поставить камень. И, получается, на него хочу сделать что-то типа черепа. Вот, смотрите, я хочу это сделать. Берем вот этого вот манекена. Скелетного, получается. И как-то ставим его так, чтобы не было тела. Видно, была только голова, череп. Теперь я хочу здесь поставить типа вот этих вот дерева. Ну, чтобы снега не было видно. Это же не новогоднее логово. Просто надо перелезнуть и все. И будет вообще нормально. Короче, после этого момента у меня немного оборвалась запись. Но я за это время там построил буквально пару украшений. Ну, ничего такого особенного. И вот в итоге какое крутое логово и атмосферное у нас получилось. Вроде логово прикольное, но чего-то не хватает. Я задумался и понял, что не хватает такого-то монстра, который жил бы в этом логове. И поэтому я решил добавить туда какого-нибудь моба. И я очень долго искал модельки и решил выбрать вот эту модельку. А почему же я решил выбрать именно эту модельку? Ну, да потому что это первая нормальная страшная моделька, которая попалась мне на глаза. И кстати, я эту карту буду раздавать в своем телеграм-канале. Ссылку на телеграм-канал вы можете найти в описании. Так и сделай на видео, которое вылезло у вас на экране. Оно вам 100% понравится. Так и сделай на видео.